По традиции в Ульяновске 22 апреля в 154-ю годовщину со дня рождения вождя пролетариата, создателя и руководителя первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ульянова-Ленина состоялось возложение цветов к его памятнику на Соборной площади. Мы видим, что с каждым годом увеличивается количество людей, которые приходят, чтобы отдать знаки уважения Владимиру Ильичу. И как раз мы сегодня являемся свидетелями этого процесса на родине Владимира Ильича Ленина. Это очень отрадно. Это говорит о том, что какие бы события ни происходили, менялся общественный строй. А Ленин по-прежнему остается такой фигурой, которая привлекает и будет привлекать внимание многих и многих людей. В мероприятии приняла участие правнучатая племянница Ленина, правнучка Дмитрия Ильича Ульянова, младшего брата Владимира Ильича Елена Ульянова. Она также успела побывать на открытии выставки «Мы идем, крепко взявшись за руки, в доме музея Ленина». Во время нашего разговора Елена Владимировна призналась, что всего несколько лет назад поменял свою девичью фамилию на Ульянову. У меня фамилия Сапожникова Елена Владимировна, фамилия по отцу. Но когда я, так скажем, приняла осознанное решение как-то продвигаться по Ленинской линии, ну, так скажем, поддержать знамя Владимира Ильича, мне показалось, что будет более красиво носить фамилию Ленина. Да, я очень горжусь родством с Владимиром Ильичом. Это моя огромная гордость. И я надеюсь с честью нести его знамя. На выставке впервые показаны документы из семейного архива потомков Дмитрия Ильича Ульянова. Это официальный ответ Института теоретической астрономии Академии наук СССР на письмо семьи и брошюра, которые свидетельствуют о присвоении имен малым планетам в честь Владимира Ленина, его жены Надежды Крупской и Александра Ульянова, старшего брата Владимира Ильича. Их передала фонды Ленинского мемориала Елена Владимировна Ульянова. Выставка стала результатом многолетнего сотрудничества Ленинского мемориала и Московской социалистической библиотеки. В центре экспозиции архивные документы, фотографии и антиквардные книги, некоторые из которых сохранились в единственном экземпляре. Их авторство принадлежит не самому Ленину, а его соратникам, которые провели много времени рядом с Владимиром Ильичем, творили вместе с ним нашу великую историю. Из самых интересных экспонатов, наверное, стоит отметить маргинали Анатолия Луначарского. То есть это книги с его автографом развернутым, своему другу Ребедеву Полянскому, создателю советской цензуры. Это во-первых. Во-вторых, хочется похвастаться, наша библиотека получила часть семейного архива Анатолия Васильевича Луначарского. И именно эта часть архива представлена на выставке. Это Ульяновск, это первый город, в котором эти архивные документы представляются. И думаю, что последний город, чтобы остальные могли позавидовать. Как сказал Александр Дмитриев, одна из главных звезд выставки Надежды Константиновны Крупской. Жена Владимира Ильича, его друг и соратник. В этот раз с Надеждой Крупской связана не антикварная вещь, но тоже уникальная вещь. Это фоксимильное воспроизведение самодельного альбома. Надежда Константина Крупская, когда они переехали с Владимиром Ильичем в Кремль в 2018 году, делала руками альбом. Она вырезала из газет фотографии мужа Владимира Ильича и наклеивала их на картон, скрепляла их пружинкой. И альбом сделан в единственном экземпляре, это ручная работа. Экспозиция дополнена графическими работами из фондов Ленинского мемориала. Это поистине уникальные экспонаты. Например, прижизненное изображение Ильича чешским художником Вацлавом Фиалом. Литографический камень оказался впоследствии во Владивостоке. С него было сделано всего два оттиска, и один из них находится на выставке. Удивительно видеть на выставке портрет соратника Ленина Луначарского, выполненный Юрием Аненковым. Он входил в число тех 17 портретов руководителей советского правительства. Впоследствии тираж был изъят из всех библиотек, магазинов и частных собраний и уничтожен, поскольку Троцкие и другие его сторонники были признаны врагами народа. И вдруг, разбирая архив нашего знаменитого краеведа, художника Архангельского, мы натолкнулись на портрет Луначарского, выполненный Аненковым. Это действительно была находка, и этот портрет мы представляем на данной экспозиции. Также выставлены портреты Надежды Константиновны Крупской, выполненной знаменитой художницей Татьяной Журмунской.